Дороги областного центра ни снег, ни лед еще не кранали, а лезвыж 20 тысяч тонн пяшчана соляной сумеси уже нарыхтована. И далейшая нарыхтовка протягивается. Вызначены под потребы города стопроцентный объем 28 тысяч тонн. Техника предприемства «Коммунальник» проишла усие огляды, неосправности ликвидованы и она готова принять удел у ликвидации наступства у снегопаду. Вы способны сейчас принять участие в ликвидации последствий. 28 единиц техники для осуществления сгребания и посыпки. Из них 2 единицы вновь приобретенных и переоборудованных больших грузных автомобилей. И другой вспомогательной техники больше 50 единиц. Всего порядка 82 единиц готовы. Гэтой колькости техники достаткова для уборки снегу в штатном режиме. Коли ж на город обрынутся моцные снегопады, допомагать будет техника инших организаций. Принято решение горосполкома в октябре месяце по уборке города зимой. Этим решением предусмотрено привлечение в случае обильных снегопадов сторонней техники порядка 160 единиц. Они будут по решению штаба привлекаться в наиболее сложных условиях. У час моцных снегопадов коммунальники звертаются до жихара у города с просьбой заразуметь, что одночасово усюды убрать снег немогчимо. Приоритет – головным магистралям. В первую очередь, горка осуществляется на улицах, где движется общественный транспорт. И основные магистральные улицы. Это однозначно. После того, как они будут расчищены, идут на второстепенные улицы. Снегопад в Бресте чекают на наступном тыдне, але уже зараз принято решение об дежурстве техники. Мы сейчас осуществляем круглосуточный мониторинг состояния дорожного покрытия в зависимости от температуры воздуха. И на ночное время выводим дежурную смену в количестве четырех единиц техники и погрузчика для предотвращения гололеда. Ну а по кулу в Бресте у разгары листопад. Ях у наступствы так само треба прибирать. С этой задачей сегодня добро справляется новая техника предприемства «Комунальник» – вакуумная подметальная машина. Я напрацую по принципу полососа. Распырсквается вода, щетки чистят за дорогу и все сметки утягивается в бак. На наступном тыдне брестские коммунальники отримают еще две подобные машины, якие будут спрацовать на базе тракторов. Людмила Салзина, Юрий Плинда, Телерадио компания «Брест».